Привет, друзья, и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Таня, я полтора года практически живу в Барселоне. Сегодня в Барселоне плюс 36, я уже постила мемы в свой телеграм-канал на эту тему. Если вы не подписаны, то подписывайтесь, потому что, например, тема сегодняшнего выпуска, она появилась благодаря тому, что мои подписчики проголосовали, значит, за то, что им очень интересно узнать сравнение двух районов Барселоны, в которых я жила. Это район Поблиноу и район Валькарка и Авенида Тибидаба. В общем-то, мне нравились оба эти района, и я бы хотела объективно, максимально объективно рассказать о том, какие плюсы есть в одном районе, какие плюсы есть в другом районе, почему мы переехали, и, возможно, кому-то это поможет сделать свой выбор и выбрать район, в котором вы бы хотели жить, который вам подойдет. Я делала обзоры на обе свои квартиры. Вот эта квартира в Поблиноу, если вы не видели, посмотрите. В ней, конечно, есть свои плюсы, есть свои минусы. Главный плюс – это то, что там был огромный бассейн, по которому мы сейчас очень скучаем. И я снимала обзор на эту квартиру, в которой мы живем сейчас, в нашем районе, вы тоже можете посмотреть. Там тоже есть свои плюсы, есть свои минусы. Например, меня в прошлом видео очень много спрашивали, почему у нас дома нет кондиционера. Я сейчас сразу всем отвечаю. Ребята, чтобы установить кондиционер, нужно пройти все этапы согласований со всем домом, со всеми этажами, с каждой квартирой. И мы сейчас эти этапы проходим. Это не просто заказать в магазине кондиционер, привезти и поставить. Мы не можем его поставить, пока нам не согласуют, как именно вот этот короб будет выглядеть на фасаде здания. Поэтому вот это огромный минус этой квартиры – у нас нет кондиционера. И, надеюсь, я ответила вам на вопрос, почему его до сих пор нет. Я надеюсь, что скоро он будет. Я обязательно напишу об этом, чтобы мы все вместе порадовались за то, что наконец-то можно не умирать в собственной постели. Так вот, два района – Паблиноу и Валькарка. Паблиноу – это район, который ближе к морю для тех, кто, может быть, не был в Барселоне или не очень хорошо разбирается. Вот эти кадры, в общем, красиво, есть выход на пляжи, есть Рамбла Паблиноу – главная улица, где очень много кафе, ресторанов, баров и так далее. А Валькарка – это район такой больше к горам, к горе Тибидаба по одноименному названию, да, Авенида Тибидаба – это метро. Вы можете догадаться, что, в общем-то, там рядом гора, рядом парк развлечений, тут очень много школ. Ну и, в общем-то, это, забегая вперед, главная причина, по которой мы переехали. То есть, нет каких-то других явных минусов у района Паблиноу, из-за которых мы оттуда сбежали. Но давайте обо всем по порядку, значит. Первое – это чистота и запахи в районе, потому что, как вы знаете, Барселона не самый чистый город. Здесь действительно очень сильно в некоторых районах пахнет канализацией, пахнет собачьей мочой, там пахнет помойками, вот этими гниющими при плюс 36. В общем, такой, знаете, была реклама «Все ароматы Франции в одном флаконе», вот здесь, мне кажется, все ароматы Барселоны в одном флаконе. Не знаю, поймете вы эту шутку или нет, но мне кажется, если вы старше 35, как и я, вы поймете, да, вот это духи какие-то рекламировали, можете написать в комментариях, какие, я, честно говоря, не помню их названия. Так вот, в Поблиноу довольно чисто, я не могу сказать, что там, не знаю, бомжи валяются, как в центре, например, да, всякие поберушки и бомжи на матрасах. Я не могу сказать, что там очень сильный запах мочи, но запах канализации там есть, потому что этот район ближе к морю, вы прекрасно понимаете, что коммуникации ближе к морю, они похуже, наверное, чем наверху. Это мое предположение, мне кажется, что пахнет именно из-за коммуникаций, и бывают моменты, особенно летом, когда очень жарко, вдруг, знаете, пахнет так пахнет. Но вот это бывает, и бывает такое, что вы, например, спите, я жила на Кае-Танхер, это называется, чтобы вы просто, ну, если что, погуглили, понимали, о чем идет речь, о каком конкретном месте в Поблиноу, потому что Поблиноу тоже большой район. Так вот, там иногда бывало, не часто, но иногда, что открываешь окна, и такой запах, как будто ты в общественном туалете. Иногда, иногда, не могу сказать, что это постоянно, не могу сказать, что это невыносимо. Здесь, наверху, такого практически нет, я не помню, чтобы я хоть раз чувствовала какой-то запах мочи или канализации, но здесь помойки расположены очень близко к жилым домам, и помоек реально много. И знаете, когда говорят, что нужно искать квартиру так, чтобы рядом не было мусорного бака, я специально прошлась по нашей улице, нет такого входа в дом, чтобы напротив не стоял мусорный бак. И, в принципе, они не пахнут эти помойки, но ночью, когда приезжает мусоровоз, открывает эту помойку, которая стояла весь день, и вываливает ее в этот мусоровоз, вот тогда я даже могу проснуться от того, что вдруг начинает вонять. Но эта вонь длится, ну, 10-15 минут, это ужасно, это прям катастрофа. Вот такой вони от помоек в Поблиноу не было, потому что там дома как-то поновее, и улицы как-то пошире, не знаю почему, но, в общем, в Поблиноу такого не было. Здесь такое есть от помойки, но здесь нет вони от канализации, а в Поблиноу вони от канализации была. В общем, не знаю, какая вонь вам ближе, и там, и там она есть, но и там, и там, мне кажется, это вполне терпимо. Следующий пункт, это тишина, но мне кажется, что тихо в Барселоне в принципе не бывает. Я бы сказала, что и там, и там на самом деле вообще не тихо. Почему? Потому что здесь в Испании практически все улицы односторонние, то есть по вашей улице по-любому поедет какая-то машина, если ей нужно объехать. В Поблиноу у нас рядом была пожарная станция, и пожарные машины с сиренами периодически проносились мимо нашего дома. Вы понимаете, что это было в любое время дня и ночи. Мусоровозы ездят ночью и в Поблиноу, и здесь, это одна и та же проблема. Здесь, может быть, даже чуть шумнее, потому что улочка с одной стороны тихая и узкая, да, кажется, что ну как бы, чего уж тут шуметь. Но любая машина, любой мопед вот на этой узкой улочке очень хорошо слышен. Соседи и там, и там у нас были, ну мягко говоря, так себе, да, в плане того, что они, такое чувство, что они глухие все были. Потому что в Поблиноу у нас был большой балкон, и балкон наш, и балкон соседа был разделен одной просто деревянной перегородкой, такие речками, знаете, с дырками. И наш сосед открывал на свой балкон, значит, настежь, ставил телевизор рядом с балконом и включал какой-нибудь Марвел, знаете, супергероев. И понятно, что это такое чувство, что он включил это просто у нас в квартире. Здесь у нас есть сосед Тони, который тоже любит посмотреть, он, правда, телек смотрит, не супергеройское кино, но он тоже любит врубить телевизор. И мне как бы показалось, что это в целом такая испанская проблема, даже когда я просто гуляю по улице, у людей открыты окна, и оттуда слышно, как орет телевизор. Испанцы почему-то любят смотреть телевизор громко. Поэтому сказать, что где-то тише, а где-то более шумно, я не могу. Третий пункт – это безопасность. Мне кажется, что здесь наверху, конечно, безопаснее, потому что здесь нет туристов, и это очень логично. В Паблиноу туристов очень много, особенно на Рамбле Паблиноу – это главная улица, в которой, как я уже сказала, на которой очень много баров, ресторанов, каких-то магазинчиков. Туристы сидят, пьют сангрию, едят что-то, развлекаются, в общем, идут к морю, идут с моря, на пляже воруют. Я об этом рассказывала, можете посмотреть мой выпуск. Такого, чтобы к кому-то залезали в квартиру, я не слышала. К нам, ну, естественно, не залезали в квартиру, у нас дома был консьерж. То есть о безопасности своего жилища я не думала. Но о безопасности, там, не знаю, своих личных вещей, да, в Паблиноу, конечно, стоило опасаться того, что могут ограбить. Очень важный пункт – это развитость инфраструктуры, потому что именно из-за этого мы и уехали. С одной стороны, в Паблиноу есть вообще все. Там супер много магазинов, там рядом Диагональмар, там рядом Глорис, там рядом отличный парк с супер просто детской площадкой, там рядом море, там, ну, в общем, все. О, я не знаю, спортивные залы, аптеки, есть больница государственная. В общем, все-все-все-все-все-все, кроме школ. В Паблиноу крайне мало хороших школ. Все школы хорошие находятся наверху. И мы переехали только потому, что здесь вот эта квартира находится реально в 7-10 минутах пешком от Сашиной школы. Потому что весь год мы ездили 40 минут туда, 40 минут обратно, 40 минут туда, 40 минут обратно. Это, по сути, 2 часа мы у себя воровали в день. Это было невозможно. Тем более по жаре. Вот сейчас идут летние лагеря, да, и в лагеря мы тоже Сашу возили. И это было просто невыносимо. Но здесь район наверху, он реально в плане магазинов там и так далее очень сильно проигрывает. Здесь нет больших гипермаркетов. Здесь есть какие-то локальные, там, Бонпрео, Бонаря, Консум. Не знаю, правильно я говорю или нет. Но почему-то мне кажется, что в Паблиноу всего как-то больше, именно гипермаркетов. Соответственно, цены в этих гипермаркетах, они пониже, чем здесь в местных магазинах. Но это такая, знаете, погрешность. Я не могу сказать, что есть какая-то разительная разница, что там, не знаю, здесь вообще никаких магазинов нет, никаких развлечений нет и так далее. Здесь потише, да, здесь поспокойнее, здесь поменьше магазинов, поменьше аптек. С хорошими кафе здесь наверху, в принципе, тоже, ну, так себе обстоят дела, потому что там условно кофе попить вообще негде. Вот здесь Авенида Тибидаба, Валькарка, Лисепс, нет хороших кафе. Они начинаются уже в Грассии, ну, по моему опыту. Здесь я нашла одну кофейню недалеко от нашего дома, она на республике Аргентина находится, если захотите, я вам напишу в комментариях название. Ханан Тейс, что ли называется, что-то такое, немцы открыли. Вот, остальные все кофейни, они такие обычные, местные, с не очень хорошим кофе, с не очень хорошей едой. И, в принципе, такого, знаете, чтобы выйти куда-то, сесть даже в пиццерию какую-то здесь на районе, ну, как бы такого нет. А в Паблиноу вы выходите на эту рамблу, вам там любая еда. Еще один важный вопрос, у меня спрашивали, кто живет в этих районах, какое основное население? Ну, в Паблиноу живет, мне кажется, вообще полмира, потому что там очень много офисов строится, очень много экспатов, очень много людей в костюмах. В Барселоне это редкость, в Паблиноу вы можете их встретить. Очень много английской речи, французской речи, немецкой речи, ну, испанской речи, само собой. Очень много студентов в Паблиноу, потому что там много каких-то школ кино, школ графики, еще какой-то школ архитектуры дизайна и так далее, там музей дизайна. В общем, там такая, вот, не знаете, немножко богемная тусовка, хипстеры, студенты, экспаты. И в этом плане мне, конечно, это очень нравилось. Местных, вот именно испанцев в Паблиноу, мне кажется, по моим ощущениям, не так много. Здесь наверху, конечно, местных гораздо больше, и здесь наверху публика это бабушки с собачками, это обязательно. Это все, значит, кофейни будут забиты бабулечками, бабулечками с сиделками, бабулечками с собачками, бабулечками там с дочерьми, с сыновьями и так далее, с детьми, это очень мило все. И женщинами с детьми, и, ну, отцами тоже. В общем, семейные пары с разного возраста детьми, наверное, до 14-15, потому что потом, наверное, другие школы какие-то переходят, не знаю, или вместе уже не ходят. В магазинах часто, даже если слышат, что я не говорю, ну, как бы, я говорю, конечно, по-испански, но с таким костромским акцентом, они все равно мне отвечают на каталане, там, шешенто, пешенто, вот эти все задачи, я вообще не понимаю, сколько, просто беру все время и все. А в Паблиноу такого нет, в Паблиноу в магазинах на каталане с вами там никто общаться не будет, они все-таки будут на испанском общаться. Здесь чаще на каталане. Вот, поэтому публика плюс-минус такая. Опять же, если у вас нет детей, и вы любите какой-то такой активный район, чтобы там была какая-то движуха, то, конечно, Паблиноу вам подойдет больше, чем верхние районы. Если говорить про зелень, парки и так далее, то и там, и там они есть. Вот я сейчас снимаю в парке Тамарита, это парк наверху, рядом есть еще один какой-то сад, я не помню его название. В общем, если походить по району, по округе, здесь наверху парков много. В Паблиноу, опять же, вот эта зона перед морем, там есть какие-то деревья, там можно устроить пикник, и мы ходили туда с друзьями на пикники, это было очень здорово. И там же есть парк Глорис, он не очень большой зеленый, да, с точки зрения того, что укрыться в тени, но он, в принципе, классный. Вот посмотрите видео, мне кажется, что и для детей, и для родителей не в пекло, это, ну, как бы классная такая возможность отдохнуть в таком парке. Опять же, ну, именно зелени, зелени наверху больше, воды, конечно, больше внизу, море и так далее. Тут уже каждый выбирает, что ему ближе, но в целом, если вам очень важно найти себе какое-то место для отдыха, то вы найдете его и там, и там, но зелени и парков наверху, конечно, будет больше. Ну и остался последний пункт, это цены на аренду и цены на коммуналку наверху и внизу в Паблиноу. Мне кажется, что цены плюс-минус одинаковые, потому что здесь, в Барселоне, все зависит от качества квартиры, от качества дома, от амбиций хозяина и так далее. Потому что нам так повезло, что наша квартира в Паблиноу стоила 1000 евро в месяц, и наша квартира здесь, на Валькарке, стоит 1000 евро в месяц. Ну то есть мы не искали этого специально, у нас не было такого, что у нас бюджет ровно 1000, но как-то вот так совпало. Что касается коммуналки, то коммуналка здесь, наверху, у нас выходит сильно дешевле, чем внизу. В целом, по счету за месяц в два раза меньше мы платим сейчас здесь, наверху. Скорее всего, это связано с энергоэффективностью дома, потому что у домов разная энергоэффективность, вы должны при подписании договора, в договоре всегда подписывать вот эту бумагу, что вы понимаете, какая энергоэффективность у вашего дома. Соответственно, чем ближе к началу алфавита буква, тем, значит, дом более энергоэффективный, чем ниже, значит, менее. В общем, я рассказала вам, мне кажется, основное про эти районы. Если говорить о моих впечатлениях, то если бы в Паблиноу были хорошие школы, я бы осталась в Паблиноу, потому что мне в целом там очень нравилось. Там движуха, там постоянно какие-то выставки. При этом, если, например, окна выходят во двор, то будет тихо. В общем, можно найти себе квартиру, которая будет идеально подходить под ваши предпочтения. Здесь, наверху, мне тоже нравится. И, в принципе, ну, я не могу сказать, что я много чего лишилась. Опять же, повторюсь, за едой, за кафе, за кофе, за встречами с друзьями я еду в центр. Это буквально 15 минут максимум, пешком это 30 минут до Грассии можно прогуляться. И я в центре, я встречаюсь с друзьями, с кем хочу и так далее. Я не вижу для себя какой-то большой проблемы. Задавайте свои вопросы в комментариях, я на них обязательно отвечу. Надеюсь, это видео было вам полезно, по крайней мере. Я постаралась рассказать свои впечатления как человека, который просто в этих районах жил. А мы с вами увидимся на следующей неделе. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok